Всем привет! С вами Макс и это канал Портатив. Сегодня у нас в обзоре очень интересная штука. Погнали! Odyssey начали свой путь с выпуска наушников для аудиофилов и очень в короткие сроки сыскали популярность у своей целевой аудитории. После чего распробовали продукцию данного бренда и профессионалы. Увидеть подобные модели в студиях звукозаписи легче простого. Но как ни крути, наушники американского бренда стоят немало. Производитель это решил исправить и выпустил самые доступные наушники в своей линейке. Итак, дамы и господа, прошу любить и жаловать, Odyssey Sign. Первые в мире накладные закрытые изодинамические наушники. И да, они обалденные. Взяв коробку с наушниками в руки, мне же захотелось снять отдельное видео анбоксинг. Смотрится упаковка очень красиво и премиально. А что больше всего привлекает внимание, так эта надпись собрана вручную в США. Такое действительно встречается только в топовых наушниках. Внутри лежат в пенной форме сами Odyssey Sign, плоский кабель, чехол, переходник с 3,5 мм от джека на полноразмерный, документация и вкладыш, в котором поздравление с новой покупкой и подпись от руки того, кто смотрел модель, а также дата, модель и серийный номер. Прям как Mercedes-AMG. Здесь мы также продолжим тему премиальных автомобилей. Только подойдем уже не к Mercedes, а к другому немецкому производителю BMW. За внешний вид материала и сборку отвечают те же специалисты, которые работают над созданием дизайна автомобилей BMW. И это чувствуется с первого прикосновения. Смотрится Odyssey Sign строго, сдержанно и чертовски привлекательно. Нет излишнего пафоса и кричащих эмблем по всей конструкции. Основным материалом выбран металл и натуральная кожа. Все это от лишнейшего качества и без намека на недостатки. Сборка ровно такая же, как и у последней BMW 7 серии. Чего только стоит простроченное головье, словно ручка КПП. Черный окрашенный металл используется в основе всей конструкции, а это гарантирует долгий срок службы. На официальном сайте производитель предлагает два кабеля на выбор. Лайтинг за дополнительную плату в 50 долларов и стандартный. Ко мне Odyssey Sign попали с обычным съемным кабелем типа лапша, который предназначен для портативных устройств. Это заметно как минимум по его длине в 1,3 метра. Чего лично мне было мало в офисе, а вот в паре с FIO X5 второго поколения на улице самое оно. Это первые накладные изодинамические наушники в мире. До этого выпускались лишь большие полноразмерные модели. Конструкция жесткая, как подвеска BMW M5. И с первого раза вряд ли кто-то скажет, что они очень комфортные. На деле так и есть, правда только в первые несколько дней, пока привыкают ваши уши, поскольку поначалу амбушюры немного давят. Но весь дискомфорт только от непривычки. То же самое было с недавно обозреваемой Marshall Major 2 Bluetooth. На третий день конструкция уже кажется одной из самых удобных, и уши чувствуют себя вполне комфортно. Чаши поворачиваются на 180 градусов и наклоняются на 90 градусов. А головья, несмотря на металлическую основу, очень эластичные. Все это позволяет настроить Odyssey Sime под любую форму головы. Да и с транспортировкой никаких проблем не наблюдается. Некоторые вопросы появились к стандартному кабелю, который покрыт матовой резиной и постоянно цепляется за одежду. Так что советую шнур носить поверх вашей кофты или рубашки. Пускай под долгой службой мне приходится слушать очень много наушников, даже топ-сегмента, но мало какая модель цепляет так сильно, как это сделали Odyssey Sime. В основу магии звучания положены изодинамические излучатели вполне серьезного размера – 70 на 80 мм. Конструкция закрытая. Имеется лишь пару отверстий, которые выступают в качестве фазоинвертора. За счет вполне компактного форм-фактора и вышесказанным особенностям, наушники имеют свой фирменный и легко узнаваемый саунд. Радует прекрасный насыщенный бас, просто колоссальная детализация, динамика, сбитость, кристальная чистота и мощность. Я слушал Odyssey Sime на Fio X3 2-го поколения, X5 2-го поколения, iPhone 6s и стационарном ЦАПе с усилителем для наушников Asus Essence One MK2 Muses. И наибольшее удовольствие от прослушивания было получено в связке с Fio X5 2. Я бы такое решение и советовал в этом ценовом сегменте. Когда играли композиции Ballot for my Valentine's, в голове четко были представлены каждый удар по барабану и гитарные проигрыши. Вот прям слоу-мо можно представить, как банда куролесит у себя в студии. Эти ощущения непередаваемые, как закаты и рассветы на берегу океана. И самое интересное, что именно рок полюбился наушникам. Хотя это далеко не частое явление в моделях с изодинамическими излучателями. Многим не нравится ровность звука, но тут ситуация совершенно иная. Послушал и Metallica, и Dream of the Harrison, и Foo Fighters, и любимый Клинкин Парк. Ну в общем тяжеляк идет просто на ура. Но не стоит думать, что Sime созданы только для рока и металла. Электроника на манер Вилкинсон и Ковенский играет просто потрясно. Басисто, очень детально и свежо. Но моими личными фаворитами при тестировании наушников стали Coldplay. С их последней пластинкой A Head of Full of Dreams. Это просто блаженство эмоций и переживаний, которые отыгрываются на инструментах и передаются прямо к слушателю. Все звучит как вживую, без малейшего намека на искажение. Чудеса происходят с высокими частотами. Тарелки и колокольчики словно оживают. Такого можно не услышать даже в ушах за штуку баксов, а то и более. Звукоизоляция хорошая. Для метро, естественно, ее будет мало. Но для ежедневного использования на улице вполне ок. Odyssey никогда не делала бюджетных наушников. И Sime тому подтверждение. Это самая доступная модель у производителя. Всего-то 450 баксов. Но я ничего не могу сказать о завышенной стоимости, поскольку это единственные в своем роде накладные из-за динамические наушники. Так что конкурентов у них нет. Разве что Oppo PM3, но они как ни крути другие, как по звуку, так и по конструкции. Odyssey Sime – это эротика в мире наушников. Они греют душу своей кристальностью, красотой и детальностью. Внешний вид? Как салон BMW. Строгий, стильный, аккуратный, но при этом сексуальный. Есть, конечно, небольшие грехи в виде кабеля, который постоянно цепляется за одеждой. Но в остальном перед нами образцовые наушники закрытого типа с изодинамическим излучателем и накладным форм-фактором. Настоятельно рекомендую присмотреться к ним. Друзья, давайте так. С нас качественный контент и интересные сюжеты, а с вас пальцы вверх и подписка на канал. Договорились? Ну тогда до скорой встречи в новых видео. Пока! Послушать, посмотреть и примерить наушники вы всегда можете в наших магазинах. Здравствуйте! Какой порядок? Тавтология – мое второе имя. Ну, познакомьтесь. Только изодинамические наушники. Не-не-не-не! О, камера криво стоит. Есть, конечно, небольшие орехи. Орехи. Ну, столь нам перед нами орехи. Грецкие, кешью, миндаль. Дамы и господа, прошу любить и жаловать. Одисси. Я, может быть, их в руки взял. Одисси Сань. Первые накладные изодинамические наушники в мире. И да, открою секрет, они суперские. Что-то в конце, по-моему, переиграл. Корректор sessionи tailплoper. Каркаш и пока речь от аппарата. »